Всем привет, друзья! У нас сегодня замечательный воскресный день. Просто прекрасная, чудесная погода. Сейчас у нас утро, 9 часов, начало 10-го. Мы приехали, так как у нас воскресенье все закрыто, у нас одно единственное развлечение, это блошиный рынок. И наши гости по стечению обстоятельств ровно 3 года назад, когда у нас был блошиный рынок, был именно на этом месте. И сейчас, 3 года спустя, мы снова приезжаем на это же место. Да, действительно. Вообще, у нас каждое воскресенье, ну как бы в разных местах города, да? Но вот именно сегодня получилось тоже в этом месте. В общем, мы решили прогуляться, подышать свежим воздухом, посмотреть, себя показать, на людей посмотреть, себя показать. Жаль, нет фестиваля в Средневековье. Да, вот это жалко, да, в этом году нет. Зато в следующем будет аж целых 2, Леша. Да, да. Уже припекает солнышко. Мы подошли к месту торговли. Это, конечно, большое поле здесь. Большая площадь. Перед магазином метро у нас. Это вся площадь занята. Вот оттуда начинается. Это вся вот эта площадь и там еще площадь. Здесь немножечко только стоянка. А там сзади тоже на траве. Вся площадь. Это рынок. Уже приехали домой. Я хочу показать вам мои покупочки. Я удачные покупки, я думаю, совершила. Ну и, может быть, вам тоже будет интересно, что же я приобрела. Мне очень нравится фирма Томми Хельфигер. Это немецкая фирма. И вот такой парфюм. Он цветочного запаха. Ну, знаете, я использую его, в общем, вот так как бы повседневно. Это 100 мл. Оригинальная упаковка. И я купила этот парфюм за 12 евро. И вот такую купила еще сумку. И она тоже очень понравилась. Вот. Такую сумку этой фирмы тоже купила. Это сумочка на пояс. Вот такая небольшая. Если, например, куда-то идти, чтобы в руке сумку не держать или на плечо не вешать сумку. Она такая более спортивного такого типа. Вот. Очень мне она понравилась. Чисто, аккуратно. Все здесь классно. Не поцарапанное. Не, ну, как бы сильно сказать, заношенное или как. Да. В общем, все в идеальном состоянии. Вот. И купила я эту сумочку за 35 евро. Новая сумочка такая. В интернете Робби посмотрел. Стоит, если я не ошибаюсь, по-моему, 90 или 92 евро. Так что такие удачные покупки я сегодня совершила. Вот. Я не всегда, конечно, хожу на блошиные рынки. Но иногда, если мы с Робби посещаем эти рынки, я обязательно что-нибудь интересненькое для себя нахожу. А вот напишите в комментариях, а вы любите ходить на блошиные рынки? Вы тоже там что-то покупаете? Вам это нравится? Как часто вы их посещаете? В каких городах? У нас, например, в Аугсбурге каждое воскресенье блошиный рынок. И он всегда, ну, как бы в разных местах находится. То есть у нас есть площадки. Вот в этот раз вы видели около магазина метро. Есть еще и другие магазины. И там вот большие парковки. И на этих парковках в воскресенье, значит, проходят блошиные рынки. И заранее можно даже посмотреть план. Просто в интернете вот Робби задает. Я, например, не знаю, хотя с удовольствием ухожу на блошиные рынки. Но Робби как-то этим занимается. Он в интернете задает, значит, число, город. И ему высвечивается, где блошиный рынок. Вот, друзья, поделилась с вами. Друзья, Робби нас решил побаловать. Приготовил нам просто вкуснейшую пиццу. Здесь у нас шампиньоны. Так, ветчина. И перчик пепперони. Все такое с сыром. Такое душистое, классное. Здесь с салями. Нет, я думала с салями. А, здесь без сыра, Робби? Сыр. Это для детей. А, это для детей была пицца? А, за детей, ясно. Я порезала быстренько свежие огурцы. В общем, друзья, всем приятного аппетита. Друзья, здесь такой интересный момент хочу вам показать. Таня будет сейчас снимать риллс. Она говорит, Алёна, если тебе интересно, посмотри. А, конечно, мне интересно. Вот она установила камеру, всё подготовила. Теперь смотрит локация, чтобы хорошая была. Сейчас оставляет так. И вот сейчас будем мы учиться. Все секретики. Все секретики, да. Сейчас смотрим, как. Нормально или нет. Значит, я стоять буду. Таня, вас и тут показывает, и тут. Вот. Так. Ну, всё, понятно. Я имею в виду в центре? Тапочки. Да, в центре. Чуть-чуть вот в эту, вот сюда. Вот, вот капельку. Вот теперь центр. Да, теперь хорошо. Пойди посмотри ещё сама, да. Ну, по-моему, да. Да. По центру, да. Всё. Всё, друзья. Сейчас будет. Результат сон. Да. Я сегодня на подхвате. Помогаю Тане здесь в съёмках. И у нас смена образа. Да, да, да. Друзья, всем доброе утро. У нас оно доброе. У нас оно солнечное. На башне. Десять часов утра. Я, друзья, сейчас иду, бегу в магазин. Почему? Потому что у меня сегодня план. Я должна отправить посылочку. Потому что я уже собиралась её отправить ещё, в общем-то, в субботу. Но по некоторым причинам не получилось. В пятницу мы весь день с Лёшей провели в дороге. А в субботу, ну, тоже были дела. И почта у нас тоже не весь день работает. Поэтому, ну, как-то не получилось. Я потом ещё вспомнила, что я забыла в посылку кое-что ещё купить. Там кофе, кое-какие там ещё. Ой, какое солнце. Кое-какие там ещё сладости. И всё такое. Посылочку готовлю отправление на Россию для Юлии. Канал Вязание и я. У неё скоро будет день рождения, друзья. Конечно, моя посылочка, ну, к сожалению, пока я вот это вот всё собирала, моя посылочка не успеет прямо к дню рождения. Но ничего, Юля сказала, Алёна, ничего страшного. Не успеет дню рождения, придёт позже, куда же наденется, да? Вот. Поэтому сейчас бегом в магазин, докуплю там всё, что мне нужно, укомплектую посылку и поедем слушаем вместе на почту. Потому что он очень хочет купить турецкий чай. Он был в Турции, Стане, они пили там турецкий чай чёрный. Он в восторге. Вот. И как раз это по пути, когда мы поедем на машине, на почту. Вот. Ну, и мы как раз пробовали чай от Лилии, который я тоже мне прислала. Лилия Аслан, у неё есть канал, я сочку оставлю под видео. Тоже классный, ароматный очень чай. Вот. Ну, и я говорю, Лёша, здесь у нас есть турецкие магазины, можно много чего купить. Так что, друзья, оставайтесь с нами. Всё, что будет сегодня интересного, я вам покажу. В общем, мы зашли в турецкий магазин, Лёша же хотел всё, чай купить турецкий. Он говорит, всё, говорит, я не удержался. Говорит, всё, мне теперь чайничек нужен и всё. Вот, вот, короче, Лёша посмотрел, говорит, всё как в Турции. Всё, эти чайнички, заварнички. В общем, всё. Сейчас Лёша оформит покупку. Ну, а к чаю у нас ещё арбуз будет, да, я так понимаю. Чтобы ночью не спать. Ну, да. Ну, Лёша, как тебе ассортимент? Я как в Турции. Я дома. Ну, реально, ну, всё, всё здесь нужно, всё есть. Я эту марку знаю, эту знаю. Это мой любимый чай. Ну, то есть, ну, супер. Ну, мы рады, что всё хорошо. Да, в Германии есть всё, как в Греции. Хороший ассортимент очень. Таня, Лёша купил, видишь, вот как в Турции побыла. То есть, чайничек ты купил, а по магазинам у вас нет вещей ходить, да? У вас есть вещи ходить по магазинам. У вас есть вещи. Складывается на себя чайничек. А чая турецкого у нас нет. Чайничек ты нам зачем? Пока у меня нет настроения, у тебя нет вещей. А сейчас у него будет настроение. Серьёзно ты это сейчас сказала? Абсолютно. Серьёзно? Знаешь, как у него настроение поднялось в турецком магазине? Он говорит, я дома, я дома. Там наши, знаешь, песни турецкие играют. Я говорю, дома. А чём мы их делали? Я купил, купил. У меня купил мне? Кого? Что, я-нибудь купил? Лимонад купил, лимонад. 50 евро? Чайник? 50 евро? Ты приготовишься? Ну, в Турции 10 евро с вами. Я поеду, да. Чё ты скажешь, не понравился цвет, да, Лёша? Ручка чёрная, ты белую хотел, да? У меня машины не хватает. Капец, 50 евро. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, проходите, проходите. Привет. Сразу снимаем. Ира пришла. Ну, приветики. Привет. Как дела? Как тебе сказать? А куда ты? Ну, я поняла. Сейчас будем разбираться. Робби, опять не гляжи, не смотрим, не смотрим. Нет, друзья, я не закрываю его красивый животик. Я закрываю то, что он без майки. Не гляжи. Друзья, я иду. Еду, точнее. Нет, сначала иду, потом еду. На Кёнигспласс. Ой, у нас такой ветер сильный. Наверное, будет ветер. В камеру очень сильный. Так. Все дела сделала. Время у нас 3 часа. Я сейчас вышла из дома. Еду на Кёнигспласс, потому что мы встречаемся с Наташей сейчас. Ее надо отвезти к зубному врачу. А мне как раз нужно на Кёнигспласс, чтобы отдать письмо на проездной Доминика. То есть я ходила в школу. Там специально такая бумажка пришла с проездного. Я ходила в школу, чтобы школа подтвердила, что он учится. И следующий год будет учиться в этой школе. Они ставят печать, пишут число. Так, надо сейчас как-то против ветра. Вот так. Они ставят печать, число пишут. Эту бумагу нужно отнести в бюро. Вот это значит, чтобы ему на следующий год снова оформили проездной. Потому что мы оплачиваем, по-моему, 26 евро. А 10 евро еще оплачивает город. Вот. Я сейчас собралась. Все, посылку я отправила. Все отправила. Все, как говорится, дело сделала. Выполнила до отпуска. Потому что в субботу уже уезжаем с Домиником. Конечно, хочется все до отпуска сделать. Вот. В очках извиняюсь, потому что солнце. И у нас очень душно. Как в сауне просто. Вот. Значит, с Натальей встречаемся. Я ее отведу к зубному врачу. Потому что надо показать ей, где, что там. С врачом ее познакомить. Ну, вы знаете, да, зубного врача. Я показывала, кто давно со мной. Вы знаете. Видео. Вот. Как я в Москву летала на операцию. И потом доктор меня смотрел. И все это. Теперь Наташа говорит, надо мне заняться зубами. Срочно. В общем, отведу ее. Вот так, друзья, занимаюсь делами. Вязать никогда. Когда я, кстати, хочу сказать, я вам очень-очень благодарна. Что вы понимаете это все. Что вы пишите добрые комментарии. Что вы понимаете просто, что на самом деле мне на данный момент просто никогда вязать. С поездками, с гостями. И, ну, сложно очень сейчас. Такой у меня момент. Очень много поездок. Поэтому на самом деле сложно как-то сосредоточиться на вязании. Но я все равно стараюсь. И хотя бы маленькие процессы я все равно подвигаю. Поэтому у меня мои сумочки. Вот здесь вот я взяла с собой сумку. Видите, проектная сумочка моя маленькая. Вот. У меня там носок. В общем, что-то все равно надо вязать. Ну, а там, я думаю, в отпуске. Я очень, так сейчас громко не буду говорить, не буду загадывать. Но очень хочется повязать в отпуске. Я возьму какие-то, наверное, новые проекты. Мне хочется повязать и крючком, и спицами. Ну, а там посмотрим, как получится. Все, друзья, до следующего включения. Я приехала в центр. Отдала вот сюда, в бюро, Доминику, все документы на проездной. Ну, там не документы, там письмо было с печатью от школы. Все, сейчас мы встречаемся с Наташей. Я перехожу быстро-быстро-быстро в дорогу. И вот здесь Наташа должна меня уже ждать. Или она где-то еще пока не приехала. Так, иду, смотрю. Так, Наташи нету пока. Значит, она где-то здесь. Или еще не приехала. Ну, все, встретились с Натальей. Добежала Наталья. Мы уже у врача. Вот здесь у нас такая атмосферная обстановочка. Ждем. И надо кое-какие документы заполнить. А у нас сегодня вся семья в сборе. У нас все в сборе. Наташа пришла, Ира пришла. Все в сборе. Сейчас еще Робби придет с Лешей. Они там наверху что-то болтают. Все пришли. Да, у нас арбуз. Смотрите, какой вкусный стол у нас. И у нас оса здесь. А ну-ка, брысь отсюда. В общем, вот так мы сегодня отдыхаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин